В 4.30 утра где-то начались прилеты. Я давно уже не помню, что прилетало столько. Я насчитал больше 15, что-то там, в районе 20 прилетов по городу. По ощущениям, это редкий случай, когда они лупили прямо куда-то конкретно по ТЭЦ, ну, по электросети в основном, и я думаю, что еще куда-то. Сейчас прилетело по ТЭЦ нескольким по электроподстанциям, и уже где-то в 4.45 уже не было света. В данный момент света нет вроде во всем городе. Воды есть какое-то минимальное количество на первых этажах, то есть я живу на седьмом этаже, и у меня воды нет. Потопление? Ну, вроде тоже нету. Может, и есть, но какое-то тоже супер минимальное. Когда починят, непонятно, потому что разбили очень сильно. Ну, и так по всей стране. Ну, в Харькове уже более-менее начинается весна, мы все сразу пошли по кофейням, потому что у нас у всех кофейня есть генераторы, старлинки. Все дружно меняются пауэрбанками, все уже объединяются, у кого что приготовить, потому что холодильники размораживаются, надо срочно готовить какую-то еду, у кого есть газ, у кого, ну, электрические плитки не работают, поэтому мы сейчас будем тоже все объединяться, чтобы, ну, как-то это все нормально пережить. Вот я сижу сейчас рядом с нашей любимой кофейней, буквально вчера здесь поставили окна, которые выбило 2 января. Ну, тут вообще весь дом, я могу, если, не знаю, это имеет смысл показать сейчас. Ну, вот весь дом, он, вот там левая часть дома, она может отвалиться в какой-то момент, потому что вот там вот, где сейчас машина будет проезжать, там прилетела баллистическая ракета, севернокорейская, кстати, и попала в газовую трубу, и весь дом, ну, очень сильно повредила. А вот там вот наша кофейня, в которой мы постоянно все сидим, и у нее выбило окна, тоже достаточно сильно повредило, но вот буквально на днях они заменяли окна, и сегодня как раз клеили специальную пленку, которая, ну, как сказать, противовзрывную пленку, которая в случае взрыва просто вынесет все окно и не разобьет окно на мелкие осколки, как и вот было в прошлый раз, 2 января. Вот, ну и здесь уже там толпится куча народа, все со всего района, да и не только с района, со всего города, все стягиваются сюда. Здесь есть кофе, там внизу пекарня, которая на генераторе, в принципе, печет лучшую выпечку, ну, я бы сказал бы, что лучшую выпечку в Украине, но, конечно, кто-нибудь поспорит, но спорить я не собираюсь, поэтому просто утверждаю, что это так. Ну, отопление сейчас, ну, неделю назад это было бы достаточно критично, сейчас у нас где-то плюс 5, плюс 7, но жить можно, типа, если окна не открывать, дома еще сколько-то протянут, ну, тепло. По воде, ну, ну, у всех их техническая, ну, наверное, у всех должна быть уже техническая вода, которая, я думаю, что в какой-то момент все равно включат, все протянут, все шерят как-то тоже воду, ну, у всех есть какие-то запасы. Все русские нас всю зиму пугали тем, что разнесут нашу энергосистему еще раз, поэтому мы готовились к этому заранее. Ну, с одной стороны, хочется сказать, что, ну, вроде как ощущается злость, что опять это все происходит, с другой стороны, на самом деле, это какое-то, по большому счету, восхищение тем, что люди сейчас не паникуют, то есть это такая ситуация, в которой все, наоборот, начинают друг другу помогать, сразу искать какие-то, а чем мы можем сейчас еще собраться все вместе и что-то сделать, чтобы, там, а может быть, кому-то сейчас нужна помощь. Я скорее испытываю восхищение людьми вокруг меня сейчас, а злость, ну, она все время, вот уже два года, как бы, поэтому она никуда не исчезает. Да. Продолжение следует...